всем привет дорогие друзья с вами опять мы сегодня мы выехали в лес на тихую охоту за зимними грибами такими как фламмулина бархатистоножковая и вешенка это грибы паразиты но мы еще покажем кто настоящие паразиты в этом лесу мы никогда такие грибы не собирали и не видели у нас лесу поэтому для нас это какой-то вызов найти что-нибудь ну что удачи нам пошли пошли это сосновый лес с болотцами которых растут лиственная береза и осина сегодня так тихо в лесу такая тишина ничего не шелохнется да а круто ну давай срезай и вот наконец-то на поваленная сини мы видим вешеночку какая шикарная мне такой цвет так нравится сейчас катя покажи смотри он даже похоже на ту что на ту что в магазине прикольно а я вот смотри на что что непонятно так вроде ничего зато это смотри какая свежая только две штучки ну так растут они редко попадаются они вон на той пойдем покажу значит я плохо посмотрел оказывается здесь этих вешеночек да это их не детки мы их оставим подросточкам заберем вот еще красивые очень очень красивые смотри это наверное вот это устричная вешенка форме устрицы и мягенькая кстати сливается я тут был нашел то что на виду в очи мы не лизла а то что тут попряталась так я и не нашел сразу вот рядышком на березе не на сине трутовик какой-то и лишайник опять же лишайник это признак чистой экологии он стать еще осинки там толстенькие давай обойдем это вешенка но на какая-то старенькая да она завяла и уже такая сильно тугая именно в этой местности видишь не часто встречаются а вот можно полюбоваться на такое украшенная как я уже знаю амелой белой дерево что такое чудо так загадочно улыбаешься что это странные рыжие грибы где не вижу о катюша так это же это же такой желанный это же зимний опенок ё-моё а чё это же грибы паразиты мы же сегодня по паразитикам с тобой нет смотрите красота какая сейчас до фламулинка бархатистая ножка вашу это за деревья как дерево мы не знаем что это за дерево какое-то лиственное дерево вот мы срезаем и видим посмотрите какие темные ножки у них это есть зимний опеночек берем же его и радуемся катюша молодец вот это что же фламулинка 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 темные ночи вот у них темнеет темнеет ножка к основанию это они молоденькие прекрасные зимние грибочки нет эти надо бы отварить вы с них возьмем только шляпки ножки жестковатые здесь вот какие красивые грибочки зимой растут вернемся к нашей амели я посмотрел в интернете это паразит который растет на дереве но его используют в лекарственных целях я вам все-таки скажу на какие деревьях они здесь растут здесь на этом островке ольха осина орешник и бузина на каком думаете дереве мальхи у самого низа срываются снежинки хотя и плюсовая температура сейчас я очень рад потеплению дим иди сюда вот такое вот я нашла я не знаю это опять вот эти похоже да они видишь темнеют ножки признаюсь вам честно мы их сами в первый раз собираем в этом году поэтому если дождитесь нового выпуска если они съедобные смело собирайте их можно спутать с галериной окаемленной во-первых галерина окаемленная а во вторых вот именно эти грибочки растут на дереве растут семьями вот из одного если галерина растет по одиночке так здесь еще бархатиста ножковая не зря она называется в нее ножка бархатная и темнеет к низу вот никакого колечка не присутствует вот такие вот зимние опятки когда вот эти ложные это то они просто ярче в них цвет не такой ложная ну опенок ложный их там есть несколько видов есть но это не она нет есть как же он серно-желтый есть опенок то он же и серно-желтый же цветом есть такие ярко лимонные были не спутаешь немного снежок срывается и речка замерзшая вот хочется подойти ближе к этому загадочному дереву я еще маленький был ходили сюда в поход и она уже была так украшена не знаю как этот паразит убивает ли его но уже два десятка лет точно я наблюдаю его здесь кать я просто ориентироваться дед это я зашел тут как вроде джунгли амазонки посмотрите на эти лианы просто канаты очень такое таинственное местечко здесь лишайник просто таки захватил вот этот клён какие-то грибочки здесь растут не знаете грибов вот такого вида может быть вы знаете что это напишите пожалуйста очень здесь сыро и вся почва покрыта вот этой вот травки которая не погибла от мороза какая зеленая трава свеженькая в таких дебрях пахнет сыростью и мне удалось найти фламулинку она совсем еще маленькая тут брать нечего пока я думаю катюш для знакомства там хватит грибочка вот еще фламулинка растет сейчас посмотрим совсем ли она маленькая ну да крохи он еще такие же то это ясли ну давай возьмем а я прям самому стыдно стало а еще вон там он вон там он что-то такое оранжевеет да ну мы для знакомства надо еще взять вот это там на зуб не хватит распались такая же бархатиста ножковая как моя катюша после определенных процедур ну совсем уж таких пупиночков брать не будем пойдем глянем что же там я так подозреваю просто это нам кто-то оставил таких маленьких вернее оставил он себе а мы пришли вот так совсем детки вот это ну давай возьмем ой это будет знаете как как даже называется микро кулинария или как молекулярная кухня докать в общем мы тут заговорили за кухню и сошлись во мнении что нам так захотелось пельменей конечно домашние пельмени всегда круче вкуснее чем покупные но мы нашли место где супер покупные как домашние докать так захотелось короче говоря теперь у нас новая цель пельмени вот с целью знакомства собрали такое вот количество небольшое я думаю попробовать хватит до катюшку в ознакомительных целях сейчас 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 привыкли итак вернемся к нашим грибочкам Катюша подойди поближе мы сейчас их вот так вот шляпки помоем поскольку грибочков не так много мы наверное приготовим сразу вешенки вместе с фламулинкой будет такой зимний микс вообще они чистенькие кстати пахнут намного ароматнее чем магазинские понюхай сама класс да вот эти шоу-магазине вообще не пахнут ничем офигенный запах запашок суперский и цвет такой хороший видно что свежачок свежим уготовим фламулинку нужно отварить минут 15 вешенки же отваривать не нужно мы их просто докинем в сковородку уже потом когда будем опята жарить 15 минут пускай поварятся с момента закипания сегодня мы будем готовить классическое блюдо из этих грибов жареные грибочки с лучком необходимо снимать пенку берете катю заставляете чистить лук с картошкой запах присутствует грибной но не не очень яркий пока варится опенок такими небольшими кусочками порежем вешаем и немаленькими тоже если большой то пополам ее мы сразу же выложим в сковородочку так и ну что время прошло 15 минут они покипели выключаем и вылавливаем так вот катюша бог сегодня нам дал ровно столько грибов чтобы они влезли после пельменей ну что водичка почти выпарилась добавляем растительного маслица чуть-чуть уже привыкать начало и посолить нужно вот уже минут 15 прошло можно и лучок пивы туда стреляют они катюша как опята осенние так что зря ты вчера кухню мыло ну вот и готова давай пробовать катюша давай начало я вот эти вот рыженькие грибочки нашла ты если вешенки с ними все понятно они съедобные то вот эти я никогда не ел пахнут ты сказал что они съедобные то не я нашла сейчас я докажу это с одного не поймешь подожди да еще этих ты знаешь мне нравятся вкусные я как фанат опят осенних могу заявить что эти более скользкие нет но по вкусу вкусные осенние просто более ароматная повешенку нашел я уверен она будет вкусней даже аромат ней не знаю сочнее пробуй ты это вешенка как обычный гриб такой сладковатый вкусный вкусный ты понимаешь они готовились вместе да теперь непонятно и все вместе стали вкусные ну это тоже сладенький такой и мне вкусные все ну в общем нам все грибы на один вкус но разные по структуре кто-то более склизкий кто-то более сухой вкусно до новых встреч друзья пусть вам улыбается удача не только в грибном поиске но и в поиске вашего счастья с нетерпением ждем ваших комментариев с любовью их читаем сейчас уже в лесу грибов остальных не сыскать мы эти честно признаюсь с трудом нашли потому как впервые их искали понравились на вкус там все в принципе нам нравится будем искать еще у нас в морозилке есть куча белых грибов думали над тем чтобы начать их готовить разное разнообразными способами способами и показывать вам если вам будет интересно напишите в комментариях мы обязательно будем что-то готовить с ними а пока до новых встреч пока 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 пока